Пытаются добиться справедливости сейчас и жители одной из многоэтажек в подмосковном Одинцове. Вместо обещанного застройщикам комфорта в квартирах настоящие лужи и плесень. А счета за коммуналку достигают 15 тысяч рублей. При этом в управляющей компании всю ответственность перекладывают на самих жильцов. Кто виноват, разобралась Анна Воропай. Вот, посмотрите, все, все сырое. Каждый день Людмила Володина собирает с лоджии по пол ведра воды. Уборка крайне неприятная, повсюду плесень. Сколько Людмила не жаловалась, управляющая компания проблему с застройщиком так и не решила. Грибок пошел, и он все шире, шире, шире. Очень хочется, чтобы ПИК нам помог как-то довести ее до ума. После потопа, в котором Наталья винит совсем не соседи сверху, приводить в порядок придется всю квартиру. С прошлого года жить приходится с дырой на потолке. ПИК туда поставил спорченную трубку, потому что если бы нормальная трубка, она бы не прорвалась. И что нам ответили. Ждите еще не позднее, короче, 20 марта. Делать новый ремонт управляющая компания не торопится. К ее неспешной работе у собственников квартир ЖК Одинцова-1 накопилось много вопросов. По словам местных жителей, эта лужа не высыхает в любое время года. А весной и осенью вода разливается по всему подвалу. Больше всего страдают собственники вот этих кладовок. Их имущество регулярно затапливает. Видно, что как минимум увлажнение, протяновение влаги было до этого уровня, от сантиметров 20 или 30. Причину наводнения жители нашли сами. Здесь есть ливневка, и если осадки, то через вот эту трубу, а она очень маленькая, вода должна поступать туда. Но так это очень маленькая труба. В случае какого-то мусора или очень сильных больших осадков система не справляется. Таяние снега здесь ждут с ужасом. На нерачищенных от снега детских площадках разлилось небольшое озеро. Ну вообще-то должны снег убирать, вывозить. Вывозили, поэтому. Вот молодец какая. При этом за коммунальные услуги управляющей компании жители платят исправно. Вот тут как витанцы выглядят совсем необычно. Не видим здесь ни горячей воды, ни электричества, ни отопления. Я написала заявление на имя управляющего, чтобы мне предоставили договор со всеми ресурсоснабжающими организациями. Вот, 30 дней прошло. Ответа нет. Что интересно, не всегда торопится платить и сама управляющая компания. Долг за оказанные услуги по ресурсоснабжению достигал 20 с лишним миллионов рублей. Но в начале февраля совместными усилиями главы Одинцовского округа удалось заставить компанию заплатить этот долг. Но сейчас у нас прошел в феврале месяц и долг опять начал накапливаться. Суды управляющей компании идут и с собственниками, которые не могут понять, почему им приходится платить за вывоз строительного мусора. Ведь квартиры сдавались с готовой отделкой. Вот эти контейнеры, ПИК с нас пытается брать, якобы, что это контейнеры специально для строительного мусора. И вот у меня платеж порядка 15 тысяч составляет за единоразовые. В ответ на наш запрос управляющая компания сообщила, долгов у них нет, ливневку чистят, а подвалы топят, потому что жители сами сливают канализацию строительной смеси. А строительный мусор они сами якобы решили вывозить. Стоимость за услугу вывоза строительного мусора была определена на общем собрании некоторых домов ЖК Одинцова-1. Эта стоимость зафиксирована в протоколах ОСС. Кто голосовал на том самом собрании, жители так и не поняли. 95% собственников жилья с львиной долей опрошенных, они проголосовали против данной услуги. Поэтому есть у меня все на основании полагать и подозревать, что где-то есть какой-то подлог. Жалобы на управляющую компанию приходят со всего Подмосковья. У жилищной инспекции ПИК комфорт так называемой красной зоне. Только в этом году уже 7,5 тысяч обращений. Показатель их некачественной отработки вырос и составил уже 27%. Видим очень серьезное снижение качества работы. Управляющие компании, которые не хотят или не могут работать, будут выгонять. Такое поручение на прошлой неделе дал губернатор Московской области. Если они работают, они должны уйти из Долгопрудного, из тех городов. Евгений Акимович, вы с ними дружите. Андрей Юрьевич, значит, всем главное... Я не возражаю против вашей дружбы или взаимодействия. Вызывайте и выгоняйте тех, кто саботирует и не хочет работать. Жителям пообещали, если управляющая компания не справляется, чиновники помогут выбрать другую, которая действительно будет работать. Анна Воропа, Илья Лосев, Игнат Бугаев, Антон Золотницкий. Известия специально для РЕН-ТВ.